МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Митяй! Кто из нас отбывает? Ты или я? Мало того, что я заезжаю за тобой, я тебя еще ждать должен. Я тебя что, личный шофер? Вор запустил. Мусор же он из трубы лезет. Давай, одевайся. Времени нет. Алексеевич, ну куда ехать? Я еле жив. Всю ночь он сердце хватал, а он кучу таблеток сажрал. А помогли только капли. Целый флакон выдал. Первый раз вижу, что каплями обохмелялись. Не смешно. Да еще и от насморка. Как от насморка? Дай сюда. Вот у тебя глаз, Алексеевич. А что характерно? Ведь помогло. Раз помогло, давай, одевайся и поехали. Так я не понял. Откуда в этом сарае плазма? А где мои рубашки? Ни одной чистой рубашки. Ну что, что? Так, Митяй, опять ты кого-то надурил? Опять ко мне будут жалобами приходить, что Митяев у себя в доме открыл ремонтную мастерскую? Ну что ты меня обижаешь? Что ты все время меня обижаешь? Между прочим, я эту плазму своим интеллектом заработал. Если б ты своим интеллектом в 15 суток заработал, я б поверил. А я тебе говорю, заработал. Помнишь же я на прошлой неделе к сыну в Киев ездил? Помню. Как всегда деньги клянчить у ребенка ездишь? Да нет, помочь. Он заявку послал на телешоу интеллектуальное и заболел. Поле чудес. Алексей, странное понятие у тебя об интеллекте. Поле чудес. Бери выше. Шоу миллион. Вот брехло. А я тебе говорю, пошел и выиграл. Что ж, еще раз добрый вечер, дорогие телезрители. Я напомню, что напротив меня сидит Дмитрий Буханкин, который, собственно говоря, в трех шагах от миллиона. Итак, Дмитрий, следующие вопросы будут непростыми. Ой, вы в прошлом раунде так разились. Итак, какой титул носил император династии Джоу? Какой Джоу? Ну, китайский Джоу. Китайская династия. Ну, понятно, что не финская. Я спрашиваю, какой именно? Восточный Джоу, западный, северный. Вы что, Сымотяня не читали? Я не читал Сымотяня. Так, подожди, секунду. Итак, Дмитрий Александрович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какой титул носил император? Сколько сейчас времени? Это важно. Да, меня Николаевич обратно должен на фури до Кучугур взять. Дмитрий Александрович, у вас практически не осталось времени. А я слышал, что у вас есть такое правило, чтобы зал помогал. Да, у нас есть правило помощь зала, но вряд ли зрители вам помогут. Не, ну зрители, может, и действительно не помогут, а вот вы... Я бы с удовольствием, но я не имею права. Да не, у вас, я вижу, часы. Сколько время? Сейчас, без пяти восемь. Ну все, Николай, че ехал? Так, Дмитрий, какой титул носил император династии Джоу? Адмирал или генерал? Да сыном неба ваш император был. Блин, теперь на поезде ехать. Сыном неба. Совершенно верно! Мы поздравляем! Верно! Сыном неба. Это, конечно, удивительно. А что тут удивительного? Был бы вопрос, а то так, семечки. Хорошо, а следующий вопрос будет не таким простым. Ну, я так тоже надеюсь. А то передача серьезная, вопросы как на утреннике в детском саду. Итак, внимание. Он стал служить армии США с 15 февраля 1946 года. Вычислял таблицы стрельбы. И тогда никто не мог предположить, что через полвека он изменит весь мир. Вот я сейчас так понимаю, что я должен всем объяснить, о чем вы так сейчас красиво загнули, да? А вы сможете? А что тут мощь? Вы говорите о первом компьютере, да? Вакуумные лампы, кремниевые диоды, 300-500 операций в секунду дальше продолжать. Верно! Я поздравляю вас! Ну, это вообще невероятно, Дмитрий Александрович! Браво! Браво! Ну что ж, остался еще один вопрос. На кону один миллион. Вы думаете, мы так просто вам подарим миллион? Так вот раньше не думал, а теперь что-то очень сомневаюсь. Посмотрим. Итак, внимание, вопрос на миллион. Ну? Любые два ограниченных под множество эвклидового пространства с непустой внутренностью являются равносоставлены. Дмитрий Александрович, через 10 секунд вы найдете ошибку в этом высказывании. Время пошло. Нет, не найду. Дорогие друзья, уважаемые зрители, собственно говоря, то, о чем я и думал. Увы... Увы, никто не найдет. Потому что это парадокс Банаха Тарского. А он не содержит ошибок. И строго доказывается при принятии аксиомы выбора, лемы, сформулированной, или сформулированной, дай бог памяти, в 1904 году. Мне нужно проверить ответ. Можно? О, вы пока смотрите. Бог ради, извините, вы мне не займете немножко денежки до Кучугура, а то Николаевич уехал. А я обязательно... Дмитрий Александрович, боюсь, мне не придется вам занимать деньги, потому что вы сорвали только что джек-бот! Впервые в истории нашего шоу Дмитрий Буханкин выигрывает миллион! Я вас поздравляю! Дмитрий Буханкин, милленер из Кучугур! Браво! Молодец! Кучугуры! Привет! Вот так я и выиграл. И что, все вопросы с лету? Ну, ты ж меня знаешь. И что, телевизор стоит миллион? Да нет. Телевизор я получил за самый сложный вопрос. А миллион отдал в фонд культуры. А то ж у нас как? Фонд есть, а культуры нет. Митрий, ну что ты лепишь? Не хочешь, не верь. Все, поехали. Давай. Нифига себе! Да вроде у меня сидит наш первый игрок. Это Дмитрий Александрович Буханкин. Из Кучугу. Ну что ж, Дмитрий Александрович, рады вас, и не рады быть. Все, поехали. Работа не ждет. Слушай, ты что и правда там был? Ну был, был. И что? Ты выиграл? Да выиграл, я же тебе говорил. Пойдешь, Митяй. Слушай, подожди. Я сначала посмотреть хочу. Да что там смотреть? Да подожди, Митяй. Что сказал? Юрий Алексеевич Гагарин перед полетом в космос. Варианты ответа. А. Поехали. Б. Не валяй, дурака, Америка. С. Дави на газ. Д. Замуровали демоны. Ну что ж, мы дочные. Ответ Д. Замуровали демоны. А что он там еще мог сказать? Вы уверены? Это окончательный ответ. Д. Принимайте этот ответ. Принимайте, конечно. Вы ответили неверно. А. К сожалению, правильный вариант был А. Он сказал поехали. Так как мог он сказать поехали, когда он полетел? Ну сами подумайте. Вы проиграли, Дмитрий Александрович, к сожалению. И вы едете домой в кучу бурой. Прощайте. Что ж, а мы приглашаем в студию нашего следующего игрока. А. Дмитрий Александрович, забыли, забыли. А-а-а. 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 Ого, и меня и брекло. А-а-а. Сандали застегли. А-а-а. А-а-а. Слушай, а что ты на крыше-то из соломы спутниковую оттену, что ли, лепишь? А-а-а-а. Иронию свою для жены прибыли. А-а-а-а. Да в любую мое гнездышко аист. Жену у красавицы себе заведет. Может, потом в детишки пойдут. Слушай, на кой у тебя аист? Красиво. Ты мне тебя лучше бы курей завел. Может, перестал бы у соседей яйца тырить. Иди, пошел, аргитолог хренов. Ты мне скажи, ты плазму откуда взял? Подарили. Все, Никитична, мне некогда встать, Бога ради. Стой, тебе говорят. Что ж получается-то? Сказал, день-два. А сам вторую неделю не отдаешь? Никитична, если ты по тому делу, даже и не думай. А если не по тому, то думай головой. Все, короче, как сказано, так и сделано. А если вот так, то дело не пойдет. А если даже пойдет, то все равно не так. Ну, сама понимать должна. Просто пристала, продай, продай банку смородиновки. Каждое утро душу вынимает. Ну, понятно, запой. Чего ты стоишь? Уйди с глаз моих. Чего сидишь? Поехали. Тут раскомандоваться тут. Никитич, а у тебя совесть есть? Ну, что ж ты ко мне каждое утро? Бога, побойся. Сидяй! Сидяй! Чего? Ничего не понимаю. А что случилось-то? Что же мой сын подарил мне телевизор? Этот приходит за спичками. Тембр, говорит, не отрегулирован. Я говорю, бери, отрегулируй. Так вторую неделю не несет. А он что говорит? Да так кто же его разберет-то, а? Как цараза. А что такое тембр? А куда ты меня привела? Куда надо? К немцу, Митяй, к немцу. К какому еще немцу? Я что, военнопленный? Тебя в плен брать себе дороже, проще расстрелять. К немцу, немецкому немцу, к фермеру. Он у нас хозяйство арендует. На тебя же обычное наказание не действует. Так что назначаю тебе 13 суток строгого режима. В смысле? Прямо он. эксплуатации, как договаривались. Ну, насчет гарантии не обещаем. Начнет ломаться, не принимаем. Ха-ха-ха. 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 Переводчика мало, только один язык знать. Надо, чтобы он еще подвешен был. Вот помню, три года назад, в Акурат, как раз под Пасху, я крышу на сарае перекладывал. Метяй! Метяй! Придется, гад. Белу, белу! Иду, иду! Иду! Ой, какие люди! Гвоздик там! Проходи, Николаич! Проходи! Присаживайся! А я тут не поверишь, а? Задачки по химии щелкаю, под шпротики. А у тебя что в школе по химии было, Николаич? Николаич, ты что сюда, помолчать пришел или что? Молей. Так я и знал, зачем ты пришел. Так я и знал, зачем ты пришел! С проверкой! Николаич, я тебе сказал, я сто лет назад с этим делом завязал. Больше ни капли! Ну... Ах ты в этом смысле? Чего ж ты раньше молчал? На, держи! Пипи! Что случилось-то? Кирпичный цех в соседнем районе, который мы купить хотели, помнишь? Ну, ты же вроде самошним головой договор подписал. А сегодня звонит этот сволочь и говорит, все, продаем цех китайцам. Сейчас переводчика из области ждут. Ой, беда-то какая! На-на-на-на! Выпей, выпей, выпей! Только шо нагнал! Первач! Давай! Николаич, я б, конечно, помог, но мне сарай крыть надо. Митяй, ты уже помог! Не, я серьезно! А давай так, я тебе цех возвращаю, а ты мне кровельщиков дашь для сарая. Да я сейчас хоть с чертом готов соглашение подписать. Так считай по адресу, раздевайся! Николаич, ты все понял? За меня не беспокойся. Мышь не проскочит. Да ладно, мышь! А вот переводчика упустишь, всему делу кранты. Митяй! Что? Депутатский. Депутат-переводчик, это уж слишком. Держи. С китайского не переводишь. С утра нажрутся, и в сельсовет прутся с ромота. Калка шняп от заборной, перегаром дыхнул. В Китае задохнулась. Переводчика вызвали? А, да-да-да, здравствуйте. Мы же давно вас ждем-то. Столько работы просто на части рвут. Их же миллиард, а переводчиков на всех не хватает. Итак, начнем. Оно! Это что? Я так понимаю, а они здесь по поводу какого-то кирпичного завода. А, да-да-да, скажите, что мы уже готовы. Договор просят показать. Что-то мне их акцент не нравится. Это точно китайцы. Скажите, это Николаевка? Что говорите? Сельсовет здесь? В смысле? Китайцы сюда не приезжали? Да нет. А что им тут делать? Не Пекин же? А вы по поводу кирпичного цеха? Да-да-да. Вы не туда приехали? Как никуда? Вам нужно в Николаевку, а это не Николаевка, то есть это Николаевка, но не та Николаевка, это Николаевка, а вам нужна Николаевка. Там цех продают, а мы ничего не продаем. Говорят, что дура. Как дурако, а по телефону вроде не дорого было. Не знаю, ну постараюсь поторговаться. А мы ничего не продаем, ничего не покупаем, а вообще ничего не надо, мы не любим кирпич, вообще не любим. Мы вот от области к северу, а вам кью, километров восемьдесят. Ну и путают, там Николаевка, там все продают. Эх, черт побери. Часа за три доберетесь, там прямо, три часа направо. Говорят, документы не в порядке, на аферу похоже, и вообще вы им не нравитесь, и ваш галстук зеленый. Это что, я что ли, аферист, что ли? Да пошли они, значит. Ну это я переводить не буду. Ну иди к чертовой матери, без покупателя не останутся. Я вам своему соседу Николаевичу продам. Ну иди правильно, только это, пожалуйста, без меня, а то ко мне кровельщики придут в сарай крыть. Говорю, делегация из Сараева кровь мне будет пить, ничего без меня не могут, ничего. Я же этот, плагиат я, вот. Полиглодья, все, давайте, пока. А то у меня еще, знаете, сколько делегаций, там из Ванолупы. В общем, я с кем хочешь контакт налаживаю и общий язык найду. Можете смело мне в подчинение бригаду давать. Здорово, бабоньки. Здравствуйте. А там, гляди, и завпроизводство маслою по поставкам и проставкам. Так что знакомьте меня с коллективом смело, не под еду. В таком случае, знакомьтесь, ваши подчиненные. Вот, как раз с ними вы можете наладить контакт, найти общий язык, а заодно и помыть. Желаю удачи. А инвентарь там. Огромное спасибо. Я именно об этом и хотел спросить. Так что, такой сильный пожар. Да там такое было, там чуть полдеревни не сгорело. Пожарник ребеночка из огня вытащил, а потом еще к пенчугу Клауса на себе из горяльшего дома тащил. Боже, ничего не видела. Ничего же не слышала, а. Да ты у нас вообще голова два уха. Слушай дальше, самое интересное. После пожара он исчез. Кто? Ну, парень этот, пожарник. Пожар был, ни тела не нашли, ни его. Так вот, почему хозяин наш, Осип, братца своего Клауса закодировать хотел, поругался с этим алкашом в дрысе, ходит черные тучи. Так куда, а там его закодируешь. И я вам по банке больше... Вовремя попал. И что значит не нашли? Он что, сквозь землю что ли провалился? А я думаю так, хоть живой, хоть мертвый, а должен где-то быть. А я слышу, этот пожарник погиб в огне, вот так жалко его. Да. А че меня жалеть-то? Чего? Я говорю, че меня жалеть-то? Ты кто? Ты-то тут при чем? Вот она. Слава да любовь народная. В огне не сгорел, а в памяти людской даже пепла не осталось. Это ж я тогда на смену по вызову прибыл. Пожару помню. Тогда уникальную восьмую степень присвоили. Ах ты, скотина! Спокойно, души! Я тебе убью, скотина! Что за первомай без салюта? Вот теперь с салютом да без дома отдавали? Варя! Что такое Варя? Я же не знаю, что он бросит в стороны. Да не надо бы его всем лютулом совать. Сестра! Ты мне не брат! Господи, как вы еще с Егоркой-то выскочить успеете? Варя! Егор! Егор! Кто такой Егор? Да сын твой! Егорушка! Егор! Не переживай, мать! Спасу я твоего Егорку! Егор! Егорушка! Егор! 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 Ну мы же вместе выбегали! Зачем ты туда пошел, а? Там шарики. Какие шарики? Не переживай, пацан! Достану я тебе твои шарики! Дорогой черный, эти шарики, а? Такой же праздник без шариков! Видишь, Егорка, для тебя праздник, а наш праздник в доме остался. Ты пошел ты отсюда? Не переживайте, Погорельцы! Будет и на вашем пепелище праздник! Дорогой черный, подожди, подожди, слушай, если такая гулянка пошла, у меня там заначка в подвале, ящик водки. Не переживай, алкоголик, достану я тебе твою заначку! Там все, что надо, да не посидим, кто нам шума новая, документы у нас варят! На разливе руку не меняем! Где Клаус? Да он готовый пришел и спать завалился! Клаус! Там Клаус! Будет вам ваш Клаус! Сколько раз надо? Столько раз и достану ребенка! Не переживай, Погорельцы! Не переживай, Пацан! Достану я тебе твоего котенка! Он на шкафу возле газового баллона! Что ж вы раньше-то не сказали? Ну а дальше? Дальше-то что? Шо-шо? Погиб я! Как погиб? Героически! Врачи с того света вернули! Считай, по кускам шили! А пока сшивали, семью и работу потерял! Был герой, теперь он свина мой! А еще бабоньке у меня день рождения сегодня! Да! Скрутила меня жизнь в поросячий хвостик! Как-то это не по-человечески получается! У такого человека такой день! А мы даже отметить по-норбальному не можем! Знаете, бабоньки, ну и у этого Юсифа с его сухим законом! Человек ему брата спас! А ему и дела никакого нету! Потому что одно слово немец! И точно! Закроемся тихонько, он и знать ничего не будет! Да не надо! Не надо, девчонки! Он уже узнал! Я вот вас, русских, никак понять не могу! Ну как так можно? Человеку жизнь спасти, а потом даже за наградой не явиться! Дмитрий Александрович, дорогой вы мой человек! Машиня, давай! Давай, пивок живет не близко, но хожу с опаской я! Сам он русский, остатись! Кому у него поможешь? Опа! Опа! Небеская Европа! Этого не может быть! Деликтажей же должен быть! Приезжай с гудой гармошкой! Музыканты с премина! И теперь вы все немножко от него беременны! Эй, топни нога! Развернись, гармошка! Я сегодня, как всегда, выпил же немножко! Мне работа почему-то вот такая нравится! Дайте мне пятнадцать суток, праздник продолжается! Опа! Небеская Европа! Этого не может быть! Деликтажей же должен быть! А не здесь под постом, без трусов, с одним яйцом! А яйцо большое, значит, золото! Игорь! Йозеф, что у вас здесь происходит? О, хер, мент! А ты хорошо, по-русски научился! Алексеич, кончай! Йозеф, вы же культурный человек, европейский! Да что же вы все напили здесь, как... Кто это? Мой друг Миша Дятлов! Ну что же он мордой в салате, как свинья? Свинья не свинья, генерал МВД, между прочим! О! Это кто? Как свинья, а? Да я тебя, майор! Я тебя... Ну что, младший лейтенант! Заливай! Алексеич, а где вы завтра работать будем? Нигде! Не-не-не-не, у меня еще 12 суток общественно-полезной работы! Все, Митяич, ты больше не арестованный! Я снимаю с тебя все твои отработки досрочно! Вываливайся нахрен вместе со своей свиньей! Свободен! Алексеич! Давай! Алексеич, что ж ты за человек-то такой? А куда я пойду? Сам дотопаешь, я тебе не таксист! Алексеич, ты что обиделся? Завтра генерал проснется и вернет тебе твои погоны! Мишка, он отходчивый! Ну-ка, стой! Стой! Что, жить надоело? Фамилия! Что? Фамилия! Петров! Майор Буханкин отдел по борьбе с коррупцией! Видишь, Бобик, гони за ним! Так он же ж милицейский! Оба родить в погонах! Ох, чую, кучу гуры прет! Гони, Петров! Гони, родной! Дами на газ! Неудебный тон от нас! Как правило, герои фильма в поисках приключений поднимаются в горы, опускаются на дно океана, а некоторые даже отправляются в прошлое. Нашему герою повезло больше. Приключения сами находили его по месту прописки. И это утро не было исключениями. Извините, пожалуйста! Дядь! Дядь, да подожди ты! Дядь, стой, говорю! Дядь, что вы боитесь-то? Мы просто хотели спросить, где у вас тут поохотиться можно? Понаедут тут всякие. Честному человеку не дадут пройти спокойно с бидоном. Аккуратнее, я тебя прошу, ты разобьешь. Да их тут много, не боись. Так, что вы там по поводу охоты? Говорят, у вас тут уток хорошо пострелять можно. А шо такое паутиному? А? В смысле? В коромысли! На уток он поохотился. А элементарное, охотник, катас, не распознал. Так мы ж с ними не разговаривать, мы же к стрелять приехали. Стрелять. В общем, понял я. Одних вас в лес пускать все равно, что кошку прорыпь. Проболтайтесь без толку. Короче, я бидон домой и назад, с вас попейте хаточки. С новеньких больше не беру. А мы на четвертого и не рассчитывали. Да, вы нам ручкой махните, куда, а мы уж самостоятельно. Да, туда или туда? А вы смелее, чем кажетесь. В смысле? А вас шо, не предупредили? Места у нас тут гиблые. Зря смеешься. Сколько под кучугурами народу сгинуло. Никто точно сказать и не может. Но одни, вот такие, как вы. На моей памяти, ребятушки. Даже нет. На моей совести. Помню, лет пять назад спешил я на работу. И тут откуда ни возьмись. Прямо мне навстречу. Вот точь-в-точь, как вы. Эй, русский! Крэйзи, Рожа. Хотя нет. Те даже покруче вас были. Здравствуйте, товарищ. Тут четыре крутых техасских парня хотят себе сафари устроить. А теперь медленно, чтобы я видел твои руки. Махни, куда нам ехать. А, там махнуть-то я могу, ребятки. Только я не советовал бы самим в лес соваться. Проводить могу, возьму недорого. По пятигаточке в вашей иностранной валюте. А то ж пропадете без меня. Ты, похоже, не понял, с кем ты имеешь дело. Это Джек. Когда Джек едет по прерии, койоты начинают жалобно выть на фары его джипа. Это Бен. Когда Бен собирается в горы, бризли забрасывают камнями вход в пещеру и уходят вглубь вместе с детенышами. Yeah. Ну, а когда Том только собирается прогуляться на болотах аллигаторы уже в страхе жмутся к гиппопотам. А что касается Джона, то тебе лучше вообще о нем ничего не знать. Спокойнее будешь спать. Показывай дорогу, русский. Let's go, guys. Let's go. И что ты будешь с ними делать? Это ж не они такие. Это ж у них страна такая. Сколько существует. Столько приключений на свой Техас ищет. Так что показал я им дорогу. Нет, так если они такие крутые, что с ними могло случиться-то? Так я тоже так думал. Что с ними может случиться? А душа-то не на месте. Вот я собрался и пошел по их следам. Американцы! Ой, Господи. Только далеко идти не пришлось. У нас же тут, в Кучугурье, за каждым поворотом Бермудский треугольник. Господи, ты божишь, ты мой! Держите, сейчас, ребята. Родники! Эй, русский! Сейчас, моя хорошая! Чего? Живы. Живы, родники. Что ж вы стоите? Ваш штан тонет. О, шит! Хавертон! Это мой телефон, это не? О, господи. Я поднял телефон, Джек. Набери меня. Я скину тебе фото. О, окей, окей. Ассом. Абсолютно ассом. Триста ради, прошу. Собирайте вы свои вещи. Давайте я вас отсюда выведу. Вы тоже заблудитесь. Эй, русский, ты так и не понял, с кем имеешь дело. Это Джек. Джек выжил во время боя в пустыне. О, Господи, душа. Это Бен. Бен выбрался из самого сердца торнадо. Ну, а Том даже не намок во время ливня в джунгле. И тебе лучше не знать, в какой заднице побывал старина Джон. He's looking like Doffy Dog. Doffy Dog, yeah. Doffy Dog, маль. Ну, что ж ты будешь делать? Так что, русский, не бойся. Не заблудимся. С тех пор их живыми никто не видел. И так, может, они другой дорогой взяли, да и выехали себе, и все. Точно. Наверное, так оно и было. Только вот пять лет назад я пошел за грибами, а грибов-то у нас завались, потому как кроме меня в лес никто не суется, не рискует. А там... О, под сосеночек. Ты не так и не понял, с кем имел дело. Джек, выжил во время бури в пустыне. Бен, вывелся из центра торнадо в Заванне. Ну, отцов, даже не намок вы вряд ли меня вчера. И тебя лучше не знать, в какой зановице подрывал стоны ночей. С тех пор у нас в Пучугорах если и пьют за здоровье американцев, то не чокаются. Ну, ладно, раз вы решили самостоятельно, то вот... Нет, нет, нет. Нет, ну, в смысле, да. Да. Да, мы согласны с вами поехать. Ну... Вместе ж веселее. Конечно. Ружьешко-то у вас есть. Ты сейчас кого решил обидеть? Человека, который с ружьем родился? Человека, который засыпает и просыпается с ружьем. Ты знаешь, кто я такой? Сторож? Да, дорогой зритель, так Дмитрия Буханкина еще никто никогда не обижал. Так. Бидон стереги, пока снайпер свою винтовочку красавицу принесет. Этюд обида был коронным приемом Дмитрия Александровича. В душе наш герой ликовал. Клиент был на крючке. А достать ружье в родном селе для него было делом двух-трех минут. Терентьич! Метять, ты что, жила в заду застряла? Че ты орешь? Терентьич, спасай, ружье твое надо. Ага, сейчас. Я тебе два года назад спиннинг давал, а? Где он? Не дам ружье. Да что с ним станет? Ну, со спиннингом же что-то стало? Ничего с ним не стало. Просто я как-то к тебе иду, забываю его взять. Вот когда твоя амнезия закончится, тогда приходи и поговорим. Понял? Сейчас, сейчас, сейчас. О, здоров, Павлух. Здоров, дядь Дмитрий. Помнишь, я тебе спиннинг подарил? Подарил? Я тебе за него полстипендии отдал. Вот ты вроде на адвоката учишься, а говоришь, как прокурор. Продал, подарил. Какая разница? Чего тебе надо, дядь Дмитрий? Спиннинг мне твой нужен до зареза. Не могу, дядь Дмитрий. Батя сказал, пока ты косу нашу не отдашь, вообще тебе ничего не давай, так что... Да это моя коса, у бати спроси. Спросил уже. И я тебе отвечу. Ты мне ее за полторы тысячи подарил. Вот когда вернешь косу, тогда и поговорим. Гуляй, Митяй. Коса. Коса. Не скучаю, хлопчики. О, Данил, а ты дома? А я кричу, кричу. Прямо не дозваться. Что-то тихо кричал, наверное, голос сорвал. Так тихо, что я сижу и не слышу. Ты косу зачем взял? Так это я точильный брусок купил, а проверить не надо. Думаю, дай доброе дело людям сделай, а заодно и проверю. Да доброе дело сделаешь, если у меня лампу вернешь. Какую? Паяльную, что у тебя уже год лежит. А, сейчас принесу, а заодно и косу наточу. Стоять. Сначала лампу принесешь, а потом наточишь. Понял. Гуляй. Скоро едем, грей машину. Лампа. А, Никитична, доброго здоровьица. И тебе не хворать, Митенька. Никитична, у тебя же на прошлой неделе кабанчика били. А чего ж не били? А потом смолили? А чего ж не смолить, смолили. А паяльная лапа осталась, не одолжишь? А чего ж не одолжить? Не одолжу, пока два ведра краски не возвернешь. Да вы что, заварили сегодня все. Какие два ведра? А те, что ты у меня взял, чтобы мой забор покрасить, колодец, еще деньги наперед, выманил. Бабня, ну дай лампу. А краску я верну, ты же меня знаешь. Знаю, Митенька, знаю, потому и не дам, пока два ведра краски не возвернешь. Надень шапку, запечет. Митрич, о, здоров, красишь, молодец. Мне краска твоя нужна, по зарезу, как раз два ведра. Погоди, Митя, она мне тоже вроде как нужна. И потом, зачем тебе столько? Митрич, не ломай судьбу мою. На пути счастья моего скалой станешь, если не дашь два ведра. Что ты такое говоришь? Погоди, дай, дай, ты, черт, вцепился как в свое. Митрич, дай краску. Не дам. Дай. Не дам. Дай. Не дам. Дай. Да что случилось-то? Влюбился. Первый раз услышал свое сердце, как стучит оно, как болит оно, грибы, что узнал, что такое любовь, неразделенная. Погоди, погоди меня. А кто ж такая-то? Да ты ее не знаешь. Но люблю ее так, не смогу я никак, никогда. Никогда, никогда, никогда ее разлюбить. Нет, 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 да, нет, нет. Да, да. Так она шо? Городская, значит. Плюнь ты на нее. Не могу. Люблю. Понимаешь? Понимаю. Но я не понимаю, краска моя тебе зачем? Потому что это краска. Потому что это последнее средство. Я уже все перепробовал. Понимаешь? Все! Опять отмашка пошел. Надо все лицо ворочить. Мерчехвостка. А парень-то какой? Работящий. Почти не пьющий. И любит ее. Чего еще девке надо? Ну что ты будешь делать? Все понимаю. Но я не понимаю, краска моя тебе зачем? Дмитрий! Ну что ж ты будешь делать-то? Все понимаю. Но я не понимаю, краска моя тебе зачем? Дмитриевич! Редактор субтитров М.Лосева Корректор М.Лосева Корректор А.Егорова Ну что ж ты будешь делать? Да плёнь ты на неё. Не могу. Люблю я её. Понимаешь? Понимаю, только я понять не могу, чем моя краска тебе помочь может. Дмитриевич, вот ты только представь. Просыпается, она утром. Маша! 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 М Хватит! Хватит! Отпусти ты меня! Отпусти ты меня, черт влюбленный! Забирай краску, только отпусти! Питрич! Ты даже не представляешь, что для меня и моей любви сделал! Сына родиться! Честь тебя назову! Даже если родится дочь! Может, все покрасим и поедем? Вот! Где? Там! Спасибо! Здорово, Семена! Запаяем вперед! Не подстрелим, тогда косим! Смирно! Мы на финишной прибой! Теретич! 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 Митей! Ну что ты опять орешь? Вот твой спиннинг! В целости и сохранности! Гони ручил! Это хорошо, что ты спиннинг принес! А ружья я тебе все равно не дам! Как это не дашь? Еще как дашь! Не дам! Потому что ты мне должен! Шо? Бидон! Погоди! Нам охотникам бидоны совершенно ни к чему! Теретич! 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 Ну что? Вот твой бидон! Давай! А я тебе что, разве и этот еще дамал? А у меня вроде трехлитровый записан! Так это же луч! Давай ружью! Нет, не дам! Потому что ты мне должен! Что? Сапоги болотные! Фонарь! И два мешка картошки! Вот когда все вот это вернешь! Вот тогда приходи поговорим! Теретич! Ты что, иззимайся? Где я тебе картошку возьму? Из-под земли вырою! А это уже твои заботы, Митяй! Хочешь, выкапывай! Хочешь, покупай! Давай спиннинг! Хрен тебе под картошку! А не спиннинг! Жматяра! Вот фиг я тебе... Блестящий план Дмитрия Саныча на глазах разбивался врожденное жлобство Терентича. По инерции наш герой еще вяло скандалил, но мозг его продолжал судорожно работать. Через четыре секунды выход был найден. Здраво рассудив, что лучше спиннинг в руке, чем ружье у Терентича, Митяй понял, нет такой охоты, которую нельзя было бы заменить на рыбалку. Дело оставалось за малым. Ненавязчиво подвести к этой мысли самих клиентов. Ну повезло вам, хлопцы! Ох, ехали на охоту, а попадете на настоящее сафари, на льва пойдем. На какого льва? На матерого! Вы что, нас совсем за идиотов держите? Откуда здесь львы? Да ясное дело откуда. И шапито. Вы что, не слышали три дня назад? Дрессировщику голову отгрыз и с арены. Что-то я не слышал о таком случае. Уже б стопудово в интернете написали. Ну? Я что-то не понял. Вы что, не верите мне? Да ну? Так пойдем покажу сейчас. Что покажу? Да не надо. Не, пойдем, пойдем, я покажу. Да ну ладно. Не, пойдем, пойдем. Не надо. Пойдем, пойдем. Это ж вам не котенок какой-нибудь. Это ж лев-людоед. За ним через все кучугуры след дянет. Какой след? Кровавый. Он прошлой ночью у Никитичны. Знаете, что он натворил? Точно там. Как оно тут попало? Ой-ой-ой. Чего я сейчас покажу? Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, 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 пойдем! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляете, да? Какое это чудовище, если стены как бумагу рыбет. Так а власть-то куда смотрит? Да. Почему власть-то ничего не делает? Почему не делает? Делает. Выйди! Извини! 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 Я при исполнении! Выйди! Выйди, гад! Извини, сатана! А-а-а! 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 Ничего себе! Вот, видите? Так, шо власть у нас, как всегда, первой ноги делает. Угу. Власть не пропадёт. А вот Нюрку жалко. А-а-а! Пропала Нюрка. А ведь молоденькая совсем ещё была. То есть, уже и жертвы были? Ну, а как без жертв? Угу. На живца решили льва изловить. Вот Нюрку и пожертвовали. Только зря. Всё равно ведь не поймали. А ведь совсем ещё молоденькая была. Ей бы ещё постесь и постесь. Эх, Нюрка, Нюрка. Так целиком и заглотнул Нюрку лиходи. Ох, страху село натерпелось. Только не к ним он приходил. Меня он искал. А-а-а! А меня? Хищник он ведь, настоящего охотника, заверстучивает. Да вот только меня, как на зло, в ту ночь дома не было. Так он в сарай ворвался и все ружья переломал. Тварь дрессированная. И вот тогда-то я, ребятушки, и понял. По мою душу эта тварь приходила. Ну, видно, не судьба была встретиться. Это хорошо, мужики. Это хорошо, что вы мне с охотой подвернулись. Ох, будет ему вендетта. Вместе на льва пойдём. Так а как же вы на льва пойдёте? У вас же ружья нет. С ружьём нельзя. Его живым шапито надо вернуть. Значит так, мужики, я схвачу его за колыки. Вы оба за задние лапы. А ты вцепишься ему на крылью. Посадим на заднее сидение джипа. Он, если его сильно не пугать, не нагадит. Пойдём, мужики. Дядь Мить, дядь Мить, может, ну его этого льва-то, а? Да, может, мы на рыбалку пойдём? Да. Нам не принципиально. Нет. Что, сдрейфили? Почему сдрейфили? Я лично на льва не собирался. Да. А я, если честно, давно на рыбалку хотел сходить. Ясно всё с вами. Я вам вначале про пятихатку говорил. Да. Да. Поспешил. Тут косарём пахнет. Не вопрос. Конечно. С радостью. Конечно. Вот что, как скажете? Зря. С радостью прямо. Зря. Мы бы ему никогда не поверили. Дмитрий Саныч был только два раза в жизни. Когда закончилась Санта-Барбара и вчера, когда он узнал, что ровно два года назад мир поразил экономический кризис. Наш герой слишком близко к сердцу принял проблемы человечества и, конечно, немножко выпил. Ну а кто бы на его месте поступил иначе? Иди ко мне. Иди ко мне. Ах-ха-ха-ха. Ах-ха-ха. 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 Стабииты. От кучи угур подальше. И в это место свобода. Я себе уже всю заднюю точку отбил. И чего мы не на джипе поехали? А вообще не втыкаю. на хрена мы на этом тракторе поперлись? Чем круче джип, тем за трактором дальше бежать. Не, это трэш какой-то. Ради часа рыбалки три часа трястись. Сомнительное удовольствие, дядь Мить. А рыбак, как художник, должен быть голодным, грязным и злым. Тогда я на две трети уже художник. А еще через полчаса такой тряски проголодаюсь. Не боись, мужики. Такие места вам покажу, что умрете отчаянно. Еще и детям своим рассказывать будете. Все, приехали. Ну, наконец-то. Слава Богу. А где же вода? Да недалеко, ребят. 14 километров леском и будем на месте. Сколько? 14. А что мы дальше проехать не можем? Ну, во-первых, шлагбаум. Так давайте его откроем. Во-вторых, соляра на нуле. А в-третьих, трактор ворованный. Могут кинуться. Чуть сложно. А ближе водоема не было, дядь Мить? Вам водоем нужен или рыба? А не в каждом водоеме рыба. У нас, у настоящих рыбаков, все, что мешало, это не рыба. А туда, куда я вас веду, доживу. Это малек. Волазь. 14? Ну. Не пойдем. 14. Так я не понял, разгружаться или нет? Да не, отдыхайте. Загорайте, расслабляйтесь. Получайте удовольствие. Сам все сделаю. Ну что, воды? Эй! Ты что делаешь? Ну, разбирай вещи. Спасибо. Пожалуйста. Дядь Мить, а я все хотел спросить. Откуда у вас такой крутой спиннинг? Наградной. Можно сказать, именной. Жаль, надпись стерлась. Профессиональному рыбаку Буханкину. М. А. Дж. А ты профессиональный рыбак. Зачем он это ляпнул, Дмитрий Саныч не знал. Иногда его язык жил собственной жизнью и вставил своего хозяина в неловкие ситуации. Да не. Так. Чемпион мира. А что, по рыбалке чемпионаты мира разве проводятся? Здрасте. Месяц назад был. Ох, в финале мне попался шотландец один. Ох, нервы потрепал мне. Если бы наш герой думал, что язык мой враг мой, он бы смог вовремя остановиться. Но для Митяя язык был лучшим другом. И Дмитрия Саныча понесло. Мы рады приветствовать вас на южегодном чемпионате мира среди рыбаков вольного стиля. Пройдя сложнейшие испытания отборочных туров, в финале состязания лишь два участника. Аплодисменты нашим финалистам! Потомствий легендарный рыболов из туманного альвеона Джон Уолтер Смитт. И наш, наш претендент на чемпионский титул. Спортсмен, установивший огромное количество личных рекордов на открытой воде. Обладатель шести хрустальных сомок, трех карасей в светлом. Магистр колонного крючка, член закрытого клуба во среде своей рыбалки Дмитрий Александрович Буханкин. Всего несколько тысяч счастливчиков сумели урвать билеты на этот праздник крючка и мормышки. Ну а остальные семь миллиардов поклонников спорта номер один прильнули к экранам своих телевизоров, чтобы насладиться незабываемым зрелищем. Ну а я напоминаю нашим зрителям, что перед началом соревнования наши участники должны пройти тест на допинг. Итак, все формальности соблюдены, соперники готовы скрестить удилища. Золотиком борьба начинается. Напомню, наш чемпионат мира проходит по новым правилам. 30 запросов и все. Так а что правила такие дурацкие? Нельзя просто на время рыбачить? Не, ну раньше так оно и было, пока я не пришел в большую рыбалку. После первого тайма моим соперникам ловить уже было нечего. Я им даже головастиков не оставлял. Вот поэтому ограничения ввели из гуманных соображений. Вы лучше не перебивайте меня, а дальше слушаем. Дорогие друзья, над водной ареной повисла напряженная тишина. Никто не хочет случайно спугнуть удачу и первого карася. Ведь судьбу главного приза может решить всего одна удачная подсечка. И первым вырывается вперед наш чемпион Айда Митяй, Айда Буханкин. Ну что ж, счет открыт. Дмитрий Александрович сделал первый шаг очередному чемпионскому титулу. Но в финале легких соперников не бывает. И вот, тремя точными бросками, Джон оформляется тык и вырывается вперед. Впервые за свою карьеру Митяй Буханкин оказывается в роли догоняющего. Да, друзья, нас ждет интереснейший поединок. Похоже, никто не собирается играть как на удержание счетов. Айда Мастера, ни одного холостого заброса. Каждый раз червь находит своего карася. Какая борьба! Какие могут быть комментарии, друзья? Смотрите сами! Подождите, так если у вас осталось по одному забросу и по одному червяку, это что, у вас ничья получилась? То есть выходит, вы с этим шотландцем первое место на двоих поделились? Запомните, дядя Митяй никогда и ничего ни с кем не делил. Так, нам туда. Вот это битва титанов! Вот это интрига! Наши спортсмены просто идут нога к ноге, ноздря к ноздре, крючок к крючку, чешуя к чешуе. Как вы видите, дорогие друзья, остается у наших рыбаков лишь по одному забросу, а счет на табло равный. Чем же закончится это противостояние? Но, но, что это, по-моему, у нашего английского гостя поклевка? Впервые в своей карьере Джон показывает стопроцентный результат. Это его личный рекорд 30 из 30. Да, да, ему удалось это. Но мы-то знаем, что у Дмитрия Александровича еще одна попытка. А зная Кучегурского метро, можно предположить, что эта попытка может стать роковой для его соперника. Но что это? Что это делает наш спортсмен? Он достает коробочку. Что там? What is that? Неужели это самый легендарный щекастый опарыш? Или нет, быть может, это бриллиантовый червий! И вот он, козырь в рукаве! Держись, рыба! Держись, Джон! Удачи, Митяй! Держим кулаки, друзья! Даст он, давай! Вот оно, мастерство! Вот он, талант! Двойня! Дуплет! И вот он, абсолютный чемпион мира по рыбной ловле, Дмитрий Александрович Буханкин! Вот за тот чемпионат мне этот спиннинг и достался. Круто! Это как-то мелковат призовой фонд за такую победу. Спиннинг! Нет, там еще денежная премия была. Я от нее отказался. Как отказался? Как Гришка, перельман от своего миллиона. А шо? Я хуже. Так, стоп! Стоп, ребятушки! Погодьте чуток! Че, отец, сдулся? А кто нас пугал? 14 километров пехом! Была б у тебя такая хворь, ты бы пару шагов не сделал. Че? Интересно, и че это у вас за хворь такая, а? Неважно, ладно. Тут уж недалечие осталось. Сами доберетесь. Я вам сейчас план нарисую, чтоб не заблудились. Запоминайте. Вот так вот, 5 км мимо сосенок, вот здесь будет поляна. На ней три сосны. Раз, два, три. Не перепутайте? Нет. Дальше слушайте. И за Горбатой горой сразу у Муравейника направо. Аккурат к ночи наберетесь. Вот. Ну все запомнили? У Дубровника направо. Направо. И у старой разрушенной усадьбы бегом. Потому что там людей сгинуло. Не дай тебе, Господь. А я, как отлежусь, сразу вас догоню. Тоже по прямой 30 минут ходьбы. Ну, с Богом, ребятки. Так что, есть и короткая дорога? А ну, а ну. Да есть-то она, есть. Только без меня вы заплутаете. А идти я не могу. Так а что за болезнь-то? Малокровие у меня. С 86-го года. Я ж войну прошу. Какой еще войну? Холодную. А вы смеетесь. Слушай, мужик, ну, ты извини нас. Да ладно. Мы ж не со зла. Просто что теперь делать-то? Не на горбу уж тебя тащить. Ну, зачем на горбу? Можно носилочки соорудить. Там березняк на горе молоденький. От чего малокровие? Ой, да там целая история. Хоть шпионский роман пиши. А ну. Не, я подписку о неразглашении давал. Хотя. 20 лет уже прошло. Можно кое-что рассказать. Дело было в аккурат после принятия сухого закона. Ох, и времена, я вам скажу, тогда были неспокойные. То в Африке переворот. То американцы нам лазером со спутника угрожают. То участковый нагрянет. Короче, сбили тогда наши ПВОшники. Иностранный самолет-разведчик. Да не где-нибудь, а прям над кучу уровней. Виталий Александрович Буханкин? Я? Вы не так меня поняли, товарищ подполковник. Я их, это, закапываю. Так сказать, утилизирую. Я к вам не по этому вопросу. Вы что-нибудь о сбитом американском самолете слышали? Нет. Ничего не видел, ничего не слышал. Даже не знаю, что такое самолет. А Митрич, между прочим, целое крыло с этого разбитого самолета на драгметаллы сдал. Я знаю. И по этому поводу можете не переживать. А что тогда? У нас возникла нештатная ситуация. При задержании пилот получил ранение. Так. И потерял много крови. Так. До места мы его можем не довезти. Так, так. Не надо, так. Не надо. А по данным вашего местного сельского медпункта, эта работа такая. Понимаю. Так вот, по данным вашего медпункта, у вас редкая четвертая группа крови. Резус отрицательный. Такая же, как и у американца. Я не виноват. Было принято решение о переливании вашей крови арестованному. Дмитрий Александрович, вам выпала редкая честь послужить своей стране. Я, конечно, могу попробовать. Родина вас не забудет. А будет боль. Родина вас не забудет. А если я умру? Родина вас не забудет. У нас все готово. Ах, страшно. И начали этому американцу проклятому вену мою кровиночку выгонять. Почти всю кровь забрали. Вот с тех пор и малокрови. Только ж в моем организме меньше, чем 0,5 промилле. Сроду не бывало. И стал иноземец по-нашему калякать. Елки-метелки. Да так и чешет. Так и чешет. Елки-метелки. Выходит, мой гемоглобин для этого супостата. Как сыворотка правды. И совказ. Все рассказал. И про шпионское свое задание. И про секретную фотопленку. Я пересек русскую границу для того, чтобы сфотографировать все очень важные русские объекты, которые изготавливают бомбы. Разные ядерные, бактериологические, химические оружия. И дрон-батон. Нюрка, займи тройку. Займи трешку до получки, Нюрка. А затем переправить эти все документы в Америку опять моим генералам, солдатам, которые расшифруют. И потом погнали наших городских. Мраз. Гнида. Булшет. Что ж дегрессор заокеанский со своими дружками наторскими удумал? I love you, baby. Супротив, кого хвост подняли. Неужели мы народ русский терпеть будем? Прав был на последнем пленуме Никита Сергеевич. Кру. Дядь Мит. Дядь Мит. Дмитрий Александрович. Ну так а что дальше-то было с пилотом с этим? А дальше уровень секретности еще выше. Приезжайте лет через 20, я дорасскажу. О, касатики, кажись пришли. Паркуемся. Авантюра Дмитрия Александровича входила в финальную фазу. Главный вопрос, будет ли он сегодня при деньгах и с выпивкой, или просто с разбитым лицом, оставался открытым. Поэтому в ход было пущено самое мощное оружие – запугивание. Короче, хватит умничать. Давайте снимайте платки. Зачем? Будем завязывать глаза. С каких делов-то мы будем завязывать глаза? Не, ну можете и не завязывать, я аж о вас забочусь. Меньше видишь – крепче спишь. А, секрет? Интересно, что же мы тут такое в лесу можем увидеть? Кроме белок. Горелых. Поверь, то, что ты здесь можешь увидеть, видно даже из космоса. И если, не дай бог, это произойдет, и ты что-нибудь увидишь, у тебя останется всего лишь два варианта. Либо пластическая операция и эмиграция. Либо семь лет обучение в спецшколе ФСБ, получение пятого уровня доступа секретности, после чего, опять же, пластическая операция и эмиграция. А можно просто завязать глаза. Так а вы как же все это видели, Дмитрий Александрович? Ты думаешь, это мое лицо, сынок? Да я ненавижу это лицо! Так а что там? Я Дмитрий. Лет, эдак, 20 назад здесь была секретная лаборатория. Пока на Западе тренировали дельфинов-диверсантов, наша наука шагнула гораздо дальше. Сегодня 13 августа, эксперимент 153 дробь 11. Подготовка боевых карасей к диверсионным операциям. Весь отобранный нами материал сейчас проходит общую подготовку, по завершению которой мы отберем лучшую особи для дальнейшего обучения. Внимание, внимание, внимание! Мои самураи, мои воины, мои солдаты, мои камикадзе! Показываю потенциального врага. Вероятный противник. Главный ваш противник – это субмарина. Ее надо уничтожать. Далее за ним идет крейсер. Можно атаковать сюда, сюда, прямой, справа, слева. Я прошу внимания! Для кого я все это говорю? Я говорю это, чтобы вы усвоили! Ну-ка, иди сюда! Иди сюда! Я кому сказал! Оп! Попался! Это субмарина. Это твой главный враг. И крейсер! Его надо уничтожать радио! А-а-а-а-а-а-а-а-а! А слушай и запоминай! Ты – боевой карась! Идешь, дешь, дешь, дешь до них хвостом! На тебе будут атомные бомбы! Неожиданно мы столкнулись с огромной проблемой. В мозгу карася не оказалось мозга. В глазах подопытных не было даже намека на интеллект. Лучшие умы нашей лаборатории пытались разгадать величайшую тайну 20 века. Почему то, что получается у американских дельфинов, не под силу нашим советским пресноводным? 20 лет упорной работы катились карасю под хвост. А ведь, ребятушки, запад уже господствовал в морях и океанах. Все было под ними. Атлантика, Персидский залив, Панамский канал. И мы просто не имели права терять контроль над озерами, прудами и болотами. Нервы, я вам скажу, были на пределе. Чем ты занимаешься? У нас тут полный коллапс. А он здесь играет. Играет он. Играет, понимаешь? Играет. 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 И тут меня осенило. Если с помощью микрочипа можно управлять волком, то почему бы не применить эту же схему и к нашим карасям? Это была Эврика. Скарпель. Зажим. Еще зажим. Быстрее. Микрочип. Стимулируй. Стимулируй. Заживайте. К сожалению, операцию удалось пережить не всем. У некоторых подопытных началось отторжение чипа. И их пришлось забраковать. Ну, или, выражаясь научным языком, утилизировать. Сердце кровью обливалось. И не жалко вам было своих, можно так сказать, учеников и на сковородку? Нельзя было просто выпустить? Нельзя. Они слишком много знали. На правах. Но не будем о грустном. Ведь остальные объекты стали демонстрировать просто удивительные результаты. Просто удивительные. Ну, что ж, коллеги-дельсины нервно курят. Ну, другое дело. Интеллект в глазах. По итогам тестов наш лучший объект был допущен к полевым испытаниям в условиях максимально приближенных к боевым. Потому что это было уже не просто «Крась». Мы называли его «Особь». Это была настоящая машина смерти. Пуленепробиваемая чешуя. Запас хода 26 тысяч миль. Крейсерская скорость 65 узлов. И это против течения. Короче, в поединке с авианосом Авраам Линкольн я бы поставил на «Особь». «Вражеский объект обнаружен. Идет идентификация. Идет идентификация. Идентификация окончена. Такой таханурь. Такой таханурь. Цель захвачена. Приступаю к уничтожению. Приступаю к уничтожению». Уходи оттуда! Уходи! Это был провал. Хонурем на берегу оказался второй секретарь горкома партии. Руководство страны, узнав об инциденте, решило прекратить наше исследование. Лабораторию приказали уничтожить вместе с подопытными. Но у Карасей на этот счет было свое мнение. И они решили нанести удар первыми. Это последняя запись. Мы волет в видеокурнале. Он не споткнул название «Особь» вырвался на свободу. Чтобы остановить эту сварь. И чтобы запустить механизм самоуничтожения. Времени больше нет. В пользу и последних шансов. Хочу передать своим семье. Сынок, я всегда буду рядом с тобой, жена. Если я не вернусь, не оставайся одна. Найди свое счастье. Из лаборатории я, конечно, выбрался. Но пока до дома дошел, жена записи просмотрела, заочно меня похоронила и замуж за другого вышла. Слава тебе, Господи. Так а что же вы так долго добирались-то? Тут же полдня пути. Эй, сейчас полдня. А раньше здесь была система охраны. Ой, да стой ты, родники. Ты что? Я ж говорю, здесь надо держаться все вместе. Иначе неминуемая гибель. Здесь были минные поля, стенка под напряжением, пулеметы. Я, конечно, многое безвредил. Но кое-что осталось. Ой, сколько здесь народу полегло. Домашнего скота и не сосчитать. Правильно, что остановились. Молодцы. И если я скажу подпрыгнуть, то мы должны задать только один вопрос. На какую высоту? Молодец. Все на лету хватаешь, как моя собака. Это что? Утки, утки, утки. Митя понял, что горе-туристы теперь полностью в его власти и не мог упустить возможность этой властью насладиться. Как именно это происходило, мы, пожалуй, показывать не будем. Главное, что проблему доставки клиентов к месту рыбалки он решил. А о том, что это место было частным озером и могли возникнуть проблемы куда серьезнее, Дмитрий Саныч предпочитал не думать и полагался, как обычно, на свою удачу и всемогущая русская авось. Шрамовы вы мои! Веселый вы народ, студенты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова